Всем добрый день! Меня зовут Даниил Решетников. Я учусь в магистратуре физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. А это физ.news, наша передача, где мы делимся с вами самыми свежими открытиями, закрытиями, теориями и фактами из мира физики. Американское космическое агентство НАСА испытало тормозную аэроболочку в атмосфере Земли. Это стало новым этапом в разработке гиперзвукового аэродинамического замедлителя, который планируется использовать как для спуска объектов с оклоземной орбиты, так и для будущих полетов в Кварсу, Венере, Титану, а также для спуска на Землю капсул с пробами грунта, например, с астероидов. Тормозная аэроболочка состоит из торов, образующих конусовидную конструкцию, покрытых сверху гибкой термозащитой. Кольца состоят из прочных волокон, сделанных из синтетического материала, а термозащита состоит из трех слоев, что позволяет ей выдерживать температуру порядка 1600 градусов по Цельсию. Все испытание заняло менее часа. Когда аэроболочка достаточно замедлилась в атмосфере Земли, она выпустила парашют и сбросила специально возвращаемый модуль, который собирал данные о процессе снижения. Затем аэроболочка успешно приводнилась в акватории Тихого океана, откуда была подобрана специальным спасательным судном. Как сообщается, специалисты остались довольны результатами эксперимента, а значит, мы стали немного ближе к полетам на Красную планету. Вернемся с небес на Землю и поговорим о том, что нас непосредственно окружает. Математики объяснили синхронное мигание светлячков при помощи модели, описывающей нейроны головного мозга. Они смоделировали процессы свечения и покоя порядка 100 насекомых и объяснили, как светлячки подстраивают свое мигание под мигание соседей. По ночам самцы светлячков мигают для привлечения самок. Сама по себе мигание отдельной особи светлячка не периодично, но если рядом находится другая особь, то их мигание начинает синхронизироваться. Несколько коротких вспышек в течение нескольких секунд, а затем более длительной паузы. Координироваться светлячкам помогает зрение. Наблюдая за миганием окружающих соседей, они подстраиваются под их ритм. Оказалось, что применение модели, описывающая распространение сигнала по нейрону, очень хорошо описывает такое коллективное поведение светлячков. Ученые в рамках исследования дополнительно подтвердили, что увеличение коэффициента связи между отдельными особами и радиуса взаимодействия позволяет увеличить интенсивность свечения. Больше светлячков будет вовлекаться в общую мерцающую синхронно группу. Уменьшение же этих параметров и подбор их определенным образом может влиять на паттерны свечения. Ученые показали, что можно заставить светлячков светиться либо концентрическими окружностями, либо свечение будет распространяться по спирали. Ну и еще немного о братьях наших меньших, хотя на этот раз физики исследовали объекты покрупнее. Ученым удалось построить математическую модель описания движения групп из двух, трех и четырех овец на пастбище. Как сообщается, построенная модель может помочь в коллективного поведения других видов животных, например, уток, волков и слонов, а также помочь разработать более точные алгоритмы коллективной навигации групп животных. Как сообщается в статье, опубликованной в Nature Physics, процесс выпаса овец на лугу состоит из двух чередующихся фаз. Первая фаза выпаса, когда особи неподвижны и пасутся. И вторая фаза, фаза перемещения, одна из овец случайным образом становится лидером и определяет траекторию общего движения. Таким образом, в разных циклах одна и та же овца может быть как лидером, так и ведомой особью. Кроме того, ученые отмечают, что данная модель возможно масштабировать для более крупных стад овец, добавив в иерархию возможность для ведомых особей следовать не строго в линию за лидером, а слева или справа от него. Это добавляет возможность моделировать разветвляющиеся цепи особей с общим лидером, что и наблюдается в крупных стадах овец. Если ваше хобби фотографировать интересные атмосферные явления, то это новость для вас. Физики запускают новый проект SpriteCore, в проектах которого планируется создать обширную любительскую базу данных, фотоснимках спрайтов и других высотных разрядов в нашей атмосфере. От участников требуется загружать фотографии на специальный ресурс, сопровождая пометками о времени и месте съемки. Спрайты представляют собой один из видов атмосферных разрядов и выглядят как оранжево-красные кратковременные вспышки, возникающие над грозовыми или кучево-дождевыми облаками на высоте от 50 до 130 километров, распространяющиеся вверх от облака. Несмотря на то, что спрайты были обнаружены в 1989 году, до сих пор у ученых остается немало вопросов о механизме их формирования и времени, когда их можно наблюдать. Из собранных любительских фотоснимков физики создадут базу данных, которая будет доступна другим ученым и, как они надеются, сможет помочь ответить на интересующие их вопросы. Следующая наша новость объединяет три предыдущих. Ученые исследовали, каким образом роящиеся насекомые влияют на атмосферное электричество. Для этого они исследовали изменение напряженности поля вокруг ульев медоносных пчел и сравнивали экспериментальные данные с результатами моделирования. Сказалось, что, во-первых, пчелы способны переносить электрический заряд, а во-вторых, рой пчел способен изменить градиент потенциала электрического поля на величину порядка 100 вольт на метр. Влияние же роя саранчи сопоставимо с влиянием грозового облака. Ученые проводили исследования на полевой станции Бристольского университета, где наблюдают за поведением медоносных пчел. Они исследовали напряженность электрического поля, для этого ставили вокруг ульев специальные зонды и наблюдали за тем, как меняется градиент потенциала электрического поля в зависимости от плотности, пролетающего мимо роя. Так вот, оказалось, что, во-первых, эти две величины коррелируют напрямую, и в среднем градиент меняется на 100 вольт на метр. Самое же большое значение градиента, которое удалось зафиксировать ученым, составило аж полторы тысячи вольт на метр. Авторы отмечают, что их исследование способно улучшить существующие климатические модели, учитывающие перенос пыли в атмосфере, поскольку этот процесс крайне чувствителен к статическому электричеству. Кроме того, остается открытым вопрос о переносе электрического заряда птицами и микроорганизмами, которые в изобилии обитают в нижних слоях атмосферы. Напоследок перейдем к несколько более фундаментальным исследованиям. Физикам удалось придумать новый метод, который позволяет одновременно менять характеристики импульса света и в пространстве, и во времени. Работоспособность нового метода они продемонстрировали, создавая при помощи метаповерхностей экзотические импульсы света. Например, импульс типа световая катушка или импульс, чей орбитальный угловой момент меняется со временем. Модификация пространственной и временной характеристики импульсов преследует самые разные цели. Так, например, коррекция волнового фронта позволяет улучшать разрешающую способность микроскопов записывать в один фотон несколько бит информации, а также создавать целые массивы оптических пинцетов для манипуляции отдельными атомами. Модифицировать временные характеристики необходимо, например, для создания сверхмощных лазерных импульсов или для разгона частиц. Но на данный момент у физиков не было эффективной платформы для одновременной модификации и пространственных, и временных характеристик. Идея предложенного метода состоит в том, что каким бы сложным ни было пространственно-временное распределение светового импульса, его всегда можно разложить в ряд фурье, то есть представить в виде суммы плоских волн со своими амплитудами, частотами, поляризациями и фазами. А затем мы можем при помощи решетки из наностержней преобразовывать по отдельности каждую компоненту ряда фурье или каждую отдельную плоскую волну необходимым нам образом. Ну и наконец, как обычно, хотим поделиться с вами важным прикладным исследованием. Британские химики обнаружили новый способ оценить качество виски при помощи золотых наночастиц, которые возникают в результате химической реакции между особыми компонентами данного напитка и раствором тетрахлороурата водорода. Золотые наночастицы проявляют себя в виде пика на спектре пропускания, что обуславливается плазмонным резонансом. Как сообщается, данный метод хорошо работает при комнатной температуре и довольно быстро, что может существенно упростить работу купажистом виски. В основе метода лежат колебательные свойства свободных электронов в металлических наночастицах. Уменьшение размера наночастиц создает условия для возникновения плазмонного резонанса, который проявляется в виде пика на оптических спектрах пропускания. Размеры пика и их положение обусловливаются химическим составом и размером металлических наночастиц. Авторы убедились, что наночастицы золота формируются во всех сортах виски, доступных в свободной розничной продаже. Спектроскопические измерения они подтвердили при помощи снимков, полученных с просвечивающего электронного микроскопа. Таким образом, если вы сомневаетесь в качестве купленного в магазине виски, достаточно иметь с собой спектроскоп и раствор тетрахлороурата водорода. На этом у меня все. С вами был Даниил Режетников. Спасибо за внимание.